анжела сидорова часто слышу от вас в отношении теплого и холодного писать и сравнивать это осознаю понимаю что это очень правильно но когда пишу вообще об этом забываю сижу на мишевой краски накладываю на холст не задумываясь ну вот например вы же не забываете что например утром нужно но кроме того что покушать еще что-то сделать умыться я имел ввиду или зубья почистить но это на автомате правда сначала вас наверно просили мама с папой почисть зубы хотя бы в раз в неделю а потом это стала привычка или там руки например мыть все в цыпках например после улицы не хочется же конечно взял хлеб я не знаю с маслом и сахаром и наверно со сметаной навернул а потом уже становится привычка так и здесь вы просто приступая к любой работе сразу на бумажке напишите тепло холод на одной стороне тепло такой холод и переворачивать вот и на чтобы вы не смотрели а что здесь холодное что теплое и объединяйте в какие-то сектора в зоны эта зона такая-то может она из составных состоит а это теплое вот на 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 этом контрасте будет все работать я извините не дочитал письмо ваше значит не задумываясь потом дописываю сто раз подхожу смотрю и только когда работа мне нравится я говорю себе стоп и уже готова покрыть ее лаком и только тогда вспоминаю что ни разу не вспомнила фразу помните про тепло холодность прямо бяда но работа нравится менять ничего не хочу но тогда какие проблемы знаете хуже было когда я себе это повторяла как азбуку а сейчас смотрю на те работы и там откровенно холодный откровенно теплый а когда перестала об этом думать все естественно получается естественнее как то сороконожка которая вдруг задумалась какой на с какой ноги ходить и ни шагу сделать не смогла ну значит у вас проблемы нет все на автомате уже но посмотрите например картины фешина там не отделение на тепло холод я не замечал никогда там есть просто впечатление его мастерство он придавал этому значение очень большое и говорил что самая главная моя задача писать виртуозно достигнуть такой виртуозность то есть живопись цена качеством живописи виртуозностью ее исполнение любой картины она должна звучать но как певец вот он главное в его работе это чтобы звучал аппарат чтобы он себе моль брал без напряга а не так что весь зал там метрополитен опера ждет и с ужасом вот он возьмет или облажается возьмет нет но должно чисто все абсолютнейшая уверенность кстати аплодисменты когда берет себе мой вот я не знаю повороте да говорят о том что все очень переживали вдруг петуха да засвистит там как-нибудь не так коряло мне одна студентка сказала после по моему первого дня класса которые я проводил гурзуфе на следующий день пришла искал я ходила по улицам и весь мир окрасился такими цветами я начала замечать тепло холод композиционные решения сразу находить то есть другой взгляд на пейзаж стал после первого дня это очень важно подруг смотреть как художник на все что угодно тогда кстати не будет никаких проблем с выбором мотива он везде будет для вас существовать даже вот я не знаю там где вы живете все время вот это видение художественное позволит вам увидеть мотив сюжет елена в туалете в ванной комнате кстати в ванной сколько написано прекраснейших мотивов с обнаженкой вообще великолепная работа скип джей в своем творчестве делаю акцент именно на цвет как на действующего персонажа картины замечательно у вас тоже подобное замечал но есть у меня проблема никак не могу подружиться с синим не эмоционально не с точки зрения цветовой гармонии вот не нравится он мне и все тут стоит ли мне его полюбить как-то или продолжать с ним бороться как с каким-то антагонистом в истории про смешивание не спрашиваю там все хорошо с ним если у вас подобные нелюбимые капризные цвета нет как вы работаете с синим выдавливаю краски все синие которые есть фэцэ небесная голубая кобальт ну разные можно кобальт мне нравится любой пойдет с разным пробовать ультрамарин и королевская голубая вот этих пять красок достаточно и ковыряйтесь с ними если чувствуете что ядовитый синие смотрите какая составляющая в мотиве она может быть чуть-чуть красного чуть-чуть оранжевого чуть-чуть я не знаю охра или какой-нибудь там ван дик мы же смотрим на пейзаж там же нет синего откровенно все очень сдержанно но добивайтесь этой сдержанности но пусть холод через синюю краску не в прямую прям синька такая кобальт кстати знаете как он дорого ценился художественной среде передвижников не делали тогда его в достаточных видимо количествах дорогая была краска кобальт синий посмотрите на работы ну того же в руби а еще раньше вообще его начали тереть ты не знали после в эпохе возрождения по моему появился синий цвет а раньше писали без синий вот сорна вообще нет синей краски только черная охра белила и красная кин как-то называется я всегда забываю киноварь не киноварь как-то еще как мудрена ну и что благодаря соседству теплых красок черная плюс белила становится холодной нормально так извините как работать с синим интересно ваши отношения а не теория цвета и спасибо за ваши картины этот видеоблог очень стараюсь очень нравится и мне нравится картина ваша вдохновлять на собственные творческие подвиги подвиги это очень хорошо синяя обогащает вообще просто главное не в лоб ее класть смотреть кругом окрест на правду цвета и достигать вот через конечно мы пишем ощущение свое впечатление отталкиваясь от правды синего мы не видим вот такого кобальта прям где-то может быть крыша как это покрашен или там автомобиль как одна девушка сказал я хочу купить автомобиль я говорю а какой ты хочешь автомобиль синий то есть не марка ее не интересовало синий синий просто синенький нравится хорошо skip j не нравится вам синий и все стоит ли полюбить его зачем любить тот что вам не нравится ну вот представьте вы надумали жениться ну может же такое случится и вам значит подводят девушку в чем нет от с открытым лицом который вам не нравится родители приказали я знал такого парня мы как так дружили и вы заставили бабушка с дедушкой но он в тех традициях где приказывали значит рекомендовали люди старшего поколения бабушка с дедушкой жениться на девушке не нравилось ну и там целая трагедия все это поженились а потом трагедия зачем вам skip j трагедия не нравится вам этот человек синяя краска не надо использовать давайте брать пример с тех кто ее не использовал цорн пишите как цорн андерс и будет великолепно это просто практически недостижимо но если это вдруг будет для вас приоритетом можно просто развивать это прекрасный рисунок и идти дальше попробуйте четыре краски не пусть будут теплые все а синих 0 и покажите выкладывайте работы на наш канал у нас же есть это самое место где все могут выкладывать свои работы общаться в телеграм-канале заходите подписывайтесь я тоже выкладываю там работы и вы выкладываете и там идет бубу-бубу борщ бурлит вот это все я посмотрел сегодня аналитику увидел что очень много мой канал смотрит не подписавшись не подписан ты прямо я очень хотел бы чтобы это случилось ну кнопку нажать подписаться тогда и вам то понятно может так удобнее смотреть без подписан без подписи но мне будет приятно потому что количество подписчиков будет увеличиться я в этом заинтересован сорок первый урок посвящен живописи темперой обнаженной сидящей фигуры в профиль несложная по рисунку тема но возьмите пожалуйста те кто смотрит уроки карандаш для того чтобы вместе со мной изучить структуру этой фигуры ее конструкцию и только потом когда вы убедитесь что пропорции соблюдены что все на своем месте вы можете взяться за кисть и проработать нечто подобное темперой или гуашью есть определенные тонкости построения конструктивного построения фигуры об этом в уроке и есть тонкости освещения модели общий заполняющий свет холодноватый а по светам теплый так и нужно писать ее целостно один план заполняющий как бы боковую часть холодновато разделить все на холодный и теплый свет интенсивность холодного и в тоне и в цвете можно варьировать также можно варьировать и интенсивность насыщенность теплого цвета разделение на тепло и холод когда вы пишете модель когда ставите свет очень помогает решению творческих задач надеюсь что этот урок вам будет полезен а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok